В казино разрешается входить только иностранцам, филиппинцам. Вход запрещен. После того, как вы попадаете к главному входу, здесь у них стоит проходной пункт, как в аэропорту, который проверяет наличие непонятно чего, наркотики и оружия, я думаю, если я захочу, я все равно пройду вот так мимо, как мимо проходят простые посетители, потому что они проверяют сумки только когда вы заезжаете в гостиницу. После того, как они проверили ваши сумки, будучи резидентом этого отеля, вы можете туда-сюда ходить с разными другими сумками, которые уже не проверяются, поэтому смысл в этой проверке абсолютно никакой. Так, вернулись ко входу, посмотрите, какие большие двери приветствуют нас. Зачем их устанавливать, если они никогда не закрываются? С другой стороны вообще этих дверей нет. Здесь вот то, что меня смутило, это стоят кондиционеры. Они идут вдоль зала ожидания, но как они будут работать, если вся терраса на втором этаже, она является открытой. Соответственно, здесь все проветривается, жара всегда присутствует. Кондиционер работает только на метр от себя. Ну, Джей Парк это пятизвездочный отель, имеющий waterpark на территории. Судя по ценам, он считается одними из самых дорогих, потому что здесь ценник выходит. Самая дешевая комната от 200 долларов и выше, и то это если со скидками, если без скидок, здесь, по-моему, было 260 долларов и выше. Это самая простая комната в Deluxe. Обязательно звоните и сравнивайте, потому что у меня получилось дешевле. Дешевле заказать просто через звонок, чем через онлайн, даже Агода, либо любой другой веб-сайт. Здесь у нас для мальчиков, для девочек, ага, видите, значок для мужчин, для женщин и для непонятно кого, полу-юбка для трансгендеров. Короче, комната для всех. А давайте посмотрим, как тут такой туалет выглядит. А ну это простой туалет для инвалидов. Короче, трансгендеров записали к инвалидам. Короче, туалет для инвалидов. Для меня так и являются инвалидами, они больны на голову, поэтому пусть кабинка будет такая для них. Так, это кабинка для мальчиков. Здесь все две раковины, хотя есть еще одно место для еще одной раковины. Писсуары. Она достаточно чистая, если сравнивать с другими туалетами, которые у них есть на территории. Все буквы куда-то улетели, остались только R, что-то подобие Y, потом S, N или O, поэтому издалека читается как Rosen. Вода, не знаю, каким образом она чистится, но вчера вечером она прям в состоянии было не очень. Учитывая то, что все вот здесь окушали и потом просто прыгали в воду. По левой стороне у нас имеется туалет. Туалет в очень ужасном состоянии. До этого я отдельно снимал. Сейчас просто сделаю. Легко заглянем. Посмотрите, какие здесь зеркала. Просто сам вид, когда заходишь, уже видишь, какие зеркала, уже не хочется заходить. Плюс там, о, сейчас есть там свет. До этого света не было. Здесь у них, видите, барная стойка. Соответственно, люди, помимо того, что кушают, они здесь и пьют. Вот, бывают люди, которым лень идти до туалета, которые уже подвыпили. Поэтому они будут расслабляться вот прямо сюда же. Здесь вот диванчик, два кресла, маленький столик. Плюс здесь ширма, скорее всего, здесь за ней телевизор. Маленькая барная стойка. И у них есть вентиляторы. Потому что в обед становится очень жарко. Если будете брать комнату, берите комнату максимум на два дня. За два дня, на две ночи. За два дня вы накупаетесь в Довы. Больше здесь делать нечего. Потом здесь опять барная стойка. Здесь, короче, продают очень много алкоголя всем. Как бы все не поблевали в этот же бассейн. Вода у них прозрачная. Здесь я первый раз в жизни увидел настоящую медузу. Обязательно посетите вон тот туалет, который находится в самом конце. Он самый современный из всех туалетов на этом резорте. Возможно, а, и, кстати, чистый. Возможно, из-за того, что там тупо нету людей. Многие люди вообще не доходят до пляжа. Они остаются в бассейнах. А если люди и доходят, то они в основном тусятся вот на этом пляже. Дальше люди не идут. Намного чище и намного лучше выполнен туалет, чем который у них есть в центре даже. Туда, куда люди ходят. Вот сюда люди не ходят. Здесь, во-первых, ковровая дорожка при входе в туалет. Стоит зеркало. Правда, я зашел сейчас в женский туалет. Я просто не разглядел. Опять же, ковровая дорожка. Коврик стоит. Два вот таких. Синька с двумя зеркалами. У них есть здесь вот такой диванчик для ожидания. Смотрите, какой у них красивый туалет со всеми зеркалами вокруг. Специальные виды для девочек, чтобы они смотрели. Сейчас мы для справедливости зайдем в мужской туалет. Посмотрим, как это выглядит в мужском туалете. Мэйл Горстюм. Посмотрим, как выглядит мужская. Здесь два маленьких пуфика. Опять же, зеркало. Опять же, коврик. Здесь коврик и коврик при входе. Сейчас все включим. Смотрите, какая подсветка у них. Если выключить, то все смотрится вот так красиво. О, есть мыло. Синька хорошо работает. Блин, есть даже салфетки. Мы сейчас находимся на самом краю этого резорта, куда люди не ходят. Может, поэтому здесь все так чисто? Здесь такое убранство, смотрите. Кстати, ну-ка. Точно так же зеркала. Кругом вокруг. Унитаз, смотрите, как мощный. Надо помочь, кто-то есть. Чтобы никого не пугать. Мы выключили. Там кто-то есть внутри, да? Вот такое убранство у туалета, который находится на самом отшибе резорта, который должен быть, по сути, быть где-то в центре, чтобы быть примером. Но вот сколько я был в этом резорте, я никогда до сюда не доходил, потому что это самый край. Я даже вот на этом пляже не был. Здесь очень мало людей. Но туалет удивил. Я до этого хотел уже Джей Парку сказать, что все, у них туалеты полное говно. Но, оказывается, есть вот такие туалеты. А, ну-ка. Также посмотрим душевые кабинки. В общем, что-то не найду, где включается здесь у них свет. Кабинка просторная. Здесь у них есть вешалка. Не, мне кажется, все равно нужно будет зайти под днем, показать. У них даже есть шампунь, либо там мыло. Хотя в других душевых, на этом же резорте, ничего такого нет. Они полпустые все. Так, для забавы сделаем видео туалета утром. Может, его все-таки почистили. Так, вы видите, в каком состоянии туалет. Посмотрите на зеркала. Я обычно просто обращаю внимание всегда на зеркала, когда выхожу в туалет. Если зеркала меняются, все поддерживается в чистоте. И на кранике. Посмотрите, какое они состояние. Если краник стоит плотом, значит, за ним все-таки следят. А если нет, вот здесь чисто пытаются только убраться. При том, что я вижу. Видно, убирались, убирались. Просто скинули. Здесь вообще стойки не хватает. Дверь замызганная. Не знаю, кто додумался вообще поставить деревянную дверь в туалете на пляже, где постоянно влага. Неужели нельзя было просто пластик вот-нибудь поставить? Так, здесь свет все у меня будет. Туалет, который рядом с бассейном у нас. Здесь раковые, два пизуара. Нечисто. Плопу убирает. Господин в том состоянии находится зеркала. Они уже не одного десятилетия давности. Зеркала потрескавшаяся, полотенца. Здесь все-таки вроде как есть. С этой стороны я думаю, что толчу. Потому что здесь и света. Кладу унитазом. Света нет. Лампочка вроде бы есть, а света нет. А, ну посмотрите, у кого куча нет. Сигалище. Классивное. Короче, на пять звезд. Туалет не царит. Будь такие лежанки в Корее. Ну, учитывая то, что у нас очень много людей, у нас каждое место будет забито. Каждая лавочка будет забита. А здесь плотность намного меньше. Но самая хорошая плотность, это, конечно, уже в Plantation Day. Ты вообще предоставлен сам себе. Очень редко увидишь людей. В основном это будет персонал, который будет пытаться тебе помочь. Здесь я персонал такой своеобразный, который подстроен. О, птичка. Птичка, ты какаешь или ничего? Отдыхал он. Так, в общем, персонал здесь такой уже более расслабленный, чем в других резортах. Они могут и нахамить. Они выучили несколько слов по-корейски. Но все эти фразы, они, конечно, не в уважительной форме. Те, кто знает корейский, меня поймет. Типа такие вот, типа такого. Нага, хаджима, все такое. По-русски это будет, короче, этого не делай, того не делай. Вылез из воды. Как предложение, чтобы они поработали с персоналом. Либо научили их добавлять в окончание ее. Потому что, вы представляете, здесь 80% приезжих это корейцы. Сразу по народу вы можете понять загруженность отеля. И посмотреть процентное соотношение именно корейцев. Корейцы здесь у нас процентов 80% из иностранцев, когда корейцы. После всех других отелей и резортов, которых мы были, здесь я прямо, ну, очень шумно. Таракан вот так бежал вот по этой стойке. Так бежал, 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 бежал. Проходили официанты, не обращали внимания, пока я их не позвал. Вот его уронили сюда куда-то. И на него надавили. И произошел такой хлопок. Потому что, видно, таракан он был, скажем так, довольно-таки сытый, жирный, смачный. По тапкам он, короче, растекся в плитку. Один таракан. И после этого дети перестали кушать. Говорят, все, мы пойдем в комнату. Сейчас мы взяли донор. У нас есть подозрение, что вот эти черные точки, это, по-моему, плесень. Потому что вот простой донор выглядит вот так. На нем нету точек. Поэтому это не разновидность. Это, скорее всего, плесень. Вот здесь и здесь. Так не понять. Слово, по внешности. Что-то напрягает. Вообще, Джей Парк, он сам по себе считается одним из старых курортов, насколько я помню. Здесь всегда был народ. Поэтому очень медленно они все реставрируют. Посмотрите, в каком состоянии жилетки находятся. Жилеты для детей. Все ободранные. Многие из них не хватает клипов. Потом здесь у них площадка для мини-гольфа. Днем тоже так себе занятие, потому что, видите, здесь деревьев не так много. Это все под открытым небом. Довольно-таки жарко. Единственное, когда можно этим заняться, это вечером после пяти, шести. Но, как правило, гольф в это время заканчивает. Он работает до 5.30, по-моему. Но, по крайней мере, конечно, здесь столько народу нет. Если вы приедете в аквапарк, в корейский аквапарк, там у вас будет куча народу, чтобы проехаться по одному слайду. Сейчас покажу. Здесь есть 3 вода слайда. В Корее надо ждать, ну, блин, не знаю, минут 30, наверное. Там будет очередь вдоль этой лестники. Всегда выстреливается очередь. Здесь такого нету, потому что потока людей намного меньше. Здесь, если ты не ждешь, ты просто залез. Иногда сами сотрудники, они просто скучают. Здесь идут доставки еды. Можно заказать еду прямо к бассейну. Хотя, с другой стороны, что касается меня, я такое не приветствую, потому что всегда ты, когда поешь, особенно дети, ты детям не скажешь, что надо после еды сходить, помыться. Так у тебя жирные руки, и потом залезть только в воду. Соответственно, здесь люди как есть, они так и залазят. Поэтому вода, скажем, не то, что грязная, но немного напрягает. Не знаю, будет видно или нет. На камере плохо видно. Но могу вас замерить, по ней прям плавает жир на поверхности. Здесь то ли фильтрация плохо работает, то ли чего. Соответственно, здесь, наверное, и остатки еды тоже будут плавать. Особенно, вон, видите, у них прямо в середине установлена кафешка. Люди зашли, поели, через вот этот мостик не переходят. Сразу идут по воде, выходят с этого островка. Потом и получается все жирное, засаленное. Так, вот здесь и есть такая водная тропинка. И каждый старается как можно дальше пробежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У них есть маленькая аллея о том, что здесь опроводилось раньше. Здесь в 2017 году. Так, сейчас подойдем. Я лучше зачитаю, чтобы не ошибиться. В январе 2017 года, 17 января, здесь проводилась мисс Вселенная. Это у них, я так понимаю, достопримечательность. Они эту... Хеллоу! Они эту стенку не убирают. Три года назад, если бы она как висела, так и висит. Они, видно, гордятся этим. Здесь, как вы видите, есть китайский ресторан. По аднамике сразу можно понять, что это китайский. Там почему-то охранник, и почему-то он с ружьем. Чего он храняет, непонятно. Здесь у них корейский ресторан. А, там у них ATM. ATM, поэтому у них охранник. Так, последнее ревью. После использования комнаты Deluxe. Мы выбирали с двумя кроватями. Два сингла. Но они достаточны, чтобы спать вдвоем с ребенком. Поэтому, если будете заселяться, у них есть два вида комнат. Либо это два сингла будет, либо один кин. У нас два родителя и два ребенка. Поэтому мы изначально планировали просто взять два сингла, прикрасовать их вместе, чтобы всем четвером поместиться. Но, как бы не было необходимости, вдвоем, в принципе, в тесноте, но помещаетесь. Здесь синглы, они намного больше, чем в других резортах. Поэтому не берите кинг, потому что кинг, он где-то будет на сантиметров 40 короче, нежели вы возьмете два отдельных сингла или просто предвинете кровати вместе. Вы сами это можете сделать, либо можете попросить сотрудника. Не забывайте только затепить его. Так, сразу как заходите, вы находите ковер. По ковру босиком ходить не советую. Потому что, как бы он хорошо не чистился, ковер есть ковер. Поэтому здесь отдаются тапки. Причем они белые. И вы можете ходить в тапках по ковру. Достаточно вместительный санузел. Но есть несколько минусов у него. Так, во-первых, это ванная, не душевая кабина. Сейчас уже в последнее время уже не делают ванной. Вы должны понимать, что это место, оно достаточно старое. Поэтому по комплектации, вот имея вот такую ванну, я вообще не знаю, кто вообще в отелях. Вот сколько я бывал в отелях, я никогда не использовал ванную. Я максимум использую душ, потому что неизвестно, кто там лежал в этой ванной, как бы ее хорошо не чистили. Поэтому если посмотрите, я не знаю, что за такой дизайнер это все делал. Вот ванная. Когда вы находитесь, во-первых, здесь очень старая занавеска. Она так закрывается, чтобы вода сюда не брызгала. Но вода по-любому будет брызгать вот на эту стенку. На этой стенке стекает вода. Попадает вот сюда в этот желоб. Здесь у нее стоит ограничитель. Вот они замудрились, сделали ограничитель, чтобы вода сюда не стекала. Она собирается здесь и идет по кругу. Вот если с этой стороны посмотрите, у нее есть дырка. Вот отсюда она получает. Здесь еще один ограничитель. То есть собирается вода вся тама. Идет в эту дырку. И через трубу спускается куда-то в канализацию. Вот стоило ли это заморачиваться? Нельзя было просто эту ванную либо утопить, либо вот этот плимтус просто поднять, сделать хотя бы вровень, чтобы вода спускалась туда. Объясню почему. Пока вы принимаете ванную, вы понимаете, да, что вода, она постоянно там присутствует. И представляете, какая-то там образуется слизь. Даже после одного дня использования его. Соответственно, когда вы принимаете ванную, вы боитесь положить что-то туда. Кусок мыла, либо еще чего-нибудь, если туда упадет, в каком состоянии будет тот же кусок мыла, уже не хочется использовать. Поэтому такое решение. Ой. Я не знаю, как, в общем, кто планировал вот всю эту конструкцию. Ну и сама ванная, вот если посмотрите по душевым, как это все замазано для пятизвездочного отеля, это очень даже довольно-таки большой минус. Поэтому вот эта растяжка для белья, она вообще не нужна. Это тоже делалось в очень старых отелях, скажем так, в 90-е, наверное, года, даже в 80-е года. Есть такая растяжка, и вы ее можете растянуть. Здесь стоит ограничитель. Ставится вот так, и вы можете повешать какую-нибудь, скажем так, какую-нибудь одежду, которая будет сушиться. Но при том, с нее будет вода падать, показывают пальцем, куда она будет падать, вот прям сюда. То есть, вода будет собираться не внутри ванны, а снаружи. Поэтому решение непонятное, при том, что у них есть сушилка для белья на балконе. И это, видно, уже элемент очень старый, с самого рождения этого отеля осталось. А так, рабочая панель, она большая. Брызгик, конечно, брызгает все, абсолютно. Потом есть путаница с феном. У них имеются две розетки, одна на 110 вольт, одна на 220. Вот жена первый день, она вставила сюда, по незнанию, и пользовалась феном с очень медленной скоростью. Смотрите, вот так он делает. А надо было переставить просто в розетку 220. И вот он, хорошо работающий фен. А она думала, что какие-то проблемы с феном. Слив, слив, слив. Вот там находится слив. То есть, весь пол, по сравнению с резортом Тамбули, здесь можно полностью все промыть. И это все сольется туда. Поэтому за дверью у нас находится толчок. Сегодня утром я встретил таракана, пробегающего мимо. Пока сижу на толчке. Пробегает мимо таракана. Блин. Опять же таки, телефоны, это со старых времен остались. Не знаю, рабочие они или нет. Присутствуют точно так же их трендовские элементы для принятия душа. Это мыло, шампунь и все остальное. Из ванной. Напротив есть у нас шкафчик, где вы можете повешать свои вещи. Имеется сейф и имеются весы, чтобы посмотреть, насколько вы потолстели, пока вы находитесь на каникулах. Также имеется два халата. Прям таких теплых-теплых халата после ванны. Опять же таки, не для тропических стран. Я не знаю, почему выбрали такой вариант. Здесь у нас полка для багажа, для обуви, холодильник, который не закрывается, тоже очень старый. Видите, вот он. Сейчас он в открытом состоянии, при том, что он захлопленный. Его надо постоянно вытаскивать вот так. Мы оставили здесь продукты, уже их стали. Сегодня мы уезжаем, забирать не будем. Надо его до конца хлопать, чтобы он захлопнулся. Чашки вроде бы проверяли, все было чисто, но пользовались только одной чашкой. Кофе, чай. Канистра для льда. Ну, она пустая. Должна быть вообще канистра со льдом внутри морозилки, чтобы можно было лед закидывать сюда. Ну, ну нет. Полка. Дополнительно большое зеркало. Кстати, пятна. Вот это пятно было. Вот эти пятна я специально оставил. Вот они, они не стираются. Это не то, что не почистили. Это тоже говорит о том, что зеркала довольно-таки старые. Здесь абсолютно все старое. Сам дизайнер, дизайн всей этой комнаты. Так, дальше идем в шкафчики. Кстати, розетки у них и европейского стандарта, и американского стандарта. Подходят оба. Телевидение не имеет YouTube, либо Netflix. Там очень старая вот такая штучка от Sky. И она ловит каналы, если правильно ее настроить. Каждый раз она почему-то сбивается. Столик для мейкапа. Большое зеркало напротив. Одно кресло, второе кресло и столик для питания. Чайный столик. Кровати относительно удобные. Я говорю, если вдвоем с ребенком помещаетесь, если два взрослых, по-любому не поместитесь. Единственный большой плюс здесь, это кондиционер. Посмотрите, как он сделан. Это в старом стиле. До этого я говорил про другие отели, что мне не нравится, когда они ставят кондиционеры, которые дуют со стены прямо на кровати. Здесь, получается, кондиционер дует на проход. Поэтому кондиционер именно только в этом отеле. Мы не выключали всю ночь. Вы ставите температуру. Вот даже термостат, видите, он какой старого типа. Здесь уже даже цифры не видно. Но вы можете поставить там 27 и нормально спать. Кстати, как вы можете заметить, здесь можно найти Библию, что говорит о том, что у них рейтинг пятизвездочного отеля, начиная с 80-х годов, когда это все ходило в моду. Всегда ставили Библию на английском языке. И желтые страницы, чтобы найти местные номера телефонов. Если что-то будете вызывать, телефон стоит на местные звонки. Если будете звонить, можно будет проплачивать дополнительно отдельно за звонки, которые будете делать. Выключателя здесь в комнате нет. Там стоит один выключатель, который выключает туалет в ванную. Потом здесь можно включить, чтобы не беспокоить. Здесь попросить почистить комнату. Можете включить вот так. Выходите за дверь. Здесь она будет гореть. Это чтобы мейнтенц, либо клининг. Они увидели, что мы хотим, чтобы нас не беспокоили, либо просили почистить комнату. Нормального размера балкон, на который можно выйти и понаблюдать. У них есть два вида. Один вид на город, один вид на океан. Если будете выбирать с видом на бассейны и на океан, комната будет стоить дороже. Но не берите, берите просто с выходом на город. Потому что вы все равно целый день будете проводить в бассейнах. Вам этот вид, за который вы дополнительно будете проплачивать, абсолютно не нужен. Тем более отсюда очень интересно наблюдать за самолетами. Вот вы сейчас можете наблюдать. Видите, нет? Там самолет садится. Вот сел самолет. Самолеты оттуда начинают снижаться. Сюда. И отсюда подниматься. Здесь у них прям недалеко находится полоса. Полоса от аэротрома. И вы можете наблюдать за самолетами. Что намного интереснее, чем просто наблюдать за океаном. На балконе у них есть два седалища со столиком. Есть у них сушилка для белья. Что тоже удобно. В тех отелях, где присутствуют бассейны, всегда лучше иметь вот такую штуку, чтобы всегда можно высушить. Но одной ночи сразу скажу, не хватит, чтобы высушить всю одежду. Зато у них есть москитная сетка. Вы можете открыть окно ночью. Потому что ночью здесь бывает не так жарко. Не так прохладно, но и не так жарко. Соответственно, можно открыть и со свежим воздухом спать через москитную сетку. Москитная сетка не присутствует во многих отелях в Филиппинах. Поэтому в основном вы дышите тем воздухом, который поступает с кондиционера. Здесь состояние кондиционера, фильтр проверить не могу. Потому что, как вы видите, он встроенный. Отсюда фильтр не проверишь. Но он просто гоняет, получается, воздух. Здесь, по-моему, даже без фильтра идет. Так, вот такая комната Deluxe стоит у нас... Она нам обошлась по цифрам, чтобы не ошибиться. Так, одна ночь стоит 11 440 песо. Это, скажем так, чуть больше 200 долларов за ночь. Но если вы по приезду будете брать номера, этот же номер, он будет стоить 14 с копейками. Итого получится где-то около 300 долларов. Поэтому делайте заказ бронирования либо через онлайн, через какие-нибудь веб-сайты, либо звоните напрямую в отель, спрашивайте у них дисконтные рейтинги. Они прямо так и называются дисконтные рейтинги. Здесь они вам сделают скидку. И эта комната будет стоить 11 440. Вне зависимости от того, сколько ночей вы будете здесь находиться. Мы взяли, забронировали за три ночи. У нас вышло 34 320. Чуть меньше 700 долларов. Но, пробыв здесь две ночи, мы сейчас отказываемся от одной. Мы просто едем в другое место. Потому что два дня с детьми здесь достаточно, чтобы дети вдоволь накупались. Отель чистый. Единственное то, что я постоянно забываю, как это сказать по-русски. В английском это будет «outrated». Это когда отель шагает не в ногу со временем. Он был... Такое ощущение, что он был построен где-то 20-30 лет назад. И с того времени он никогда не обновлялся. Зато у них есть уникальные вот такие решения. С картинами во всех комнатах и куда бы я ни ходил, там, даже в лабе и в ресторанах висят настоящие картины, не фотографии. И вот в каждой комнате вот это все нарисованы картины. Это была такая фишка лет 20-30 назад иметь настоящие картины, висящие. Сейчас уже кругом стоят фотографии. Потом ковер тоже говорит о том, что отель очень старый, уже капли не делают. Хотя так и хочется просто снять тапки и ходить босиком по ковру. Что я и делал, дети мои ходили в тапках, я ходил босиком просто перед тем, как лечь в кровать. Просто идешь один раз и моешь ноги. Ковер, насколько он чистый, это большой вопрос. Здесь проверить трудно будет, но по пятам можно понять, сколько здесь чего проливалось за многие года существования этого отеля. Я кровати проверял, никаких пятен, ничего нету, волос тоже не наблюдал, значит, они все-таки каждый раз меняются вовремя. Здесь и клининг, у них персонал тоже очень большой. Как вы видели через breakfast, там у них куча народу, мест нету, при том, что у них 5 блоков. Это сколько, каждый блок по 10 этажей, на каждом этаже там. В каждом блоке, наверное, как минимум 100 комнат, 500 комнат у них, короче, все забито. Все остальное по комнате, комната просторная, она прохладная, ночью удобно спать. Кровати, конечно, бы хотелось, чтобы они были двойные, но у них двойных нету. Отдельно, если захотите дополнительную кровать, чтобы спать более комфортно, вам нужно будет заплатить 2000 песо, это включая завтрак. Для детей это будет 1500 песо, включая завтрак. Мы отдельно за завтрак не доплачивали, мы просто использовали две имеющиеся кровати, потому что дети до 11 лет, они могут завтракать бесплатно, двое детей. Итого 4 завтрака у нас включено в комнату. Не берите отель на более чем две ночи, потому что даже если вы с детьми, две ночи будет достаточно, чтобы за два дня дети накупались так, что они не захотят больше купаться. Одна из причин, почему мы сейчас съезжаем, дети просто уже устали, а просто так находиться в этом отеле, скажем так, дорого. Намного в два раза дешевле, вы можете снять что-то в городе, еще и город посмотреть. Это то, что мы сейчас планируем сделать. По резорту у них хороший waterpark, мало слайдов, вода так себе, потому что она прямо находится рядом с барами, с барами и с кухней. Дети купаются и прыгают в воду, это большой минус. Предлагаю приехать сюда просто на один день, посмотреть аквапарк, вам будет достаточно. Возьмите лучше на одну ночь, сэкономите деньги, возьмите комнату в резорте либо Тамбулей, либо Plantation Bay. За Plantation Bay это за те же самые деньги, но у вас будет намного больше резорт, и у вас будет ощущение такое, что вы именно на отдыхе. У вас будет отдельное, скажем, такое здание, типа домика, что вы будете чувствовать, что вы куда-то приехали именно отдыхать. А здесь более все равно отель, который имеет на территории водопарк, поэтому вам будет скучно. Для детей в самый раз, но опять же, одна-две ночи будет достаточно. Здесь цена завышена за те услуги, которые здесь предоставляются, потому что когда вы выходите на территорию, за многое вам нужно будет еще отдельно доплачивать. Даже элементарно там поиграть в мини-гольф, либо что-то. В том же самом Plantation Bay все активити, они идут бесплатные, они уже включены, при том, что у них no tipping политика без чаевых. Соответственно, сам персонал, он прям такой, там более дружелюбный, более готов вас обслужить, наверное, скорее всего, потому что там у них зарплата намного больше, соответственно, им не нужны дополнительные чаевые, они будут рады вас обслужить. А здесь весь персонал так подстроен, как я говорю, под корейцев, уже более расслабленный. Так что приезжайте в J Park, один раз вам будет достаточно, чтобы просто ознакомиться, второй раз вы уже приехать сюда, возможно, не захотите. Будем пробовать другие резорты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok